совершить обязательную молитву, сидя в машине, если она боится того, что ее время истечет, а она не может выйти из нее и помолиться на земле. В правилах утверждено, что при необходимости дозволяется то, что не дозволяется в обычном положении. То есть в разделе необходимостей и крайней нужды дозволяется совершать то, что не дозволяется совершать в обычных ситуациях, когда у человека есть выбор. Также установлено в правилах, что затруднение приводит к облегчению. Также в правилах установлено, что нет обязанности, когда нет возможности совершить действие. Основываясь на всем этом, будет сказано, что дозволяется мусульманину, будь это мужчина или женщина, совершить обязательную молитву, сидя в машине, если он боится того, что ее время истечет. А если у него нет опасения того, что ее время истечет, то ему не дозволяется совершать обязательную молитву, сидя в машине, потому что из толпов обязательной молитвы стояние при наличии способности, а также направление в сторону киплы. Если человек совершит молитву в машине, то, возможно, он не будет обращен в сторону киблы, а также, возможно, он не сможет стоять. В таком случае дозволено совершать обязательную молитву в машине при необходимости, а не тогда, когда у человека есть выбор. А что касается добровольной молитвы, то установлено в правилах, что раздел добровольных молитв шире, чем раздел обязательных молитв. Поэтому дозволяется совершать добровольную молитву в машине или верхом на животном, когда человек не находится в вынужденном состоянии. Совершение обязательной же молитвы верхом на животном или в машине дозволяется только при необходимости, а не тогда, когда у человека есть выбор. А что касается добровольной молитвы, то ее дозволяется совершать верхом на животном или в машине даже тогда, когда человек не находится в вынужденном состоянии. Поэтому дозволяется этой женщине совершить обязательную молитву, сидя в машине, по направлению к кибле или в другую сторону, если она находится в вынужденном положении и опасается того, что время молитвы истечет. В правилах установлено, что время — это самое важное условие молитвы. Поэтому все остальные условия молитвы могут быть нарушены для того, чтобы соблюсти условия времени. Человек должен совершить молитву своевременно даже тогда, когда у него нет омовения, если он не может совершить его. Также он должен совершить молитву своевременно даже, когда он не обращен в сторону Киблы, если он не может обратиться к ней. Также он должен совершить молитву своевременно даже, сидя, если он не может стоять. Все условия молитвы могут быть упущены, кроме условия времени, Потому что оно является самым важным условием. Аллах более знающий. Хорошо, а если после этого у нее появится возможность совершить молитву, должна ли она совершить ее заново, шеях? Установлено в правилах, что если человек выполнил определенное поклонение своевременно, таким образом, как это приказано шариатам, то ему не обязательно совершать его заново. Этой женщине в этот момент приказано совершить молитву в том положении, в котором она находится. Разве не так? Она выполнила то, что ей приказал шариат, совершив молитву в том положении, в котором она находилась. Кто же может обязать ее повторить, эту молитву? Не обязательно ей заново совершать молитву после этого. Доказательство на это то, что приводится в суннанах имамов Ан-Насаи и Абу Дауда с достоверным и снатом со слов Абу Саида Аль-Худри, да будет доволен им Всевышний Аллах, сказавшего, «Два человека вышли в путь, и в пути их застало время молитвы, но у них не оказалось воды». Тогда они совершили таямум чистой землей и совершили молитву. А теперь обрати внимание. Затем они нашли воду, когда время молитвы еще не вышло. То есть они нашли то, чего у них не было. Один из них совершил омовение и повторил молитву, а второй не сделал этого. И когда они пришли к посланнику Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, то рассказали ему об этом. Тогда он сказал тому из них, кто не совершил молитву повторно, «Ты поступил согласно сунне». А тому из них, кто совершил ее повторно, он сказал, «Тебе полагается двойная награда». Что более важно, поступить согласно сунне или двойная награда? Поступить, согласно Сунне, важнее, чем получить двойную награду. Более того, его слова «Тебе полагается двойная награда» — это указание на его ошибку, так как его первая награда за совершением первой молитвы, а вторая награда за его ошибочный иштихат, потому что если бы его иштихат не был ошибочным, он получил бы три вознаграждения. Тогда пророк, салиллаху алейхи ассалям, сказал бы ему «Тебе полагается тройная награда. Первая награда за его совершение молитвы в первый раз, а две остальные награды за то, что он сделал правильный иштихат относительно повторной молитвы». Однако он сказал ему, тебе полагается двойная награда, то есть одна награда за совершением первой молитвы, которую он совершил после Таямума, а вторая награда за Ичтихад в повторном совершении молитвы. Но этот Ичтихад был ошибочным, а что касается его спутника, то он поступил согласно судне. Аллах более знающий. Мой ответ понятен? Да, очень понятен.